Приветствую вас и решение, которое вам предстоит принять, то есть выбрать одного мужчину из двух, вам нужно будет принять решение самостоятельно, потому что мы не можем сделать это за вас. Как для профессионалов, это было бы нарушением этики и, по сути дела, возложением ответственности за вашу жизнь на нас. Это неправильно, потому что вам нужно принимать решение самостоятельно, и потому что, что можно сделать в данном случае, это помочь вам увидеть ситуацию, насколько может быть более другого угла, ракунца, чтобы вы лучше ее поняли и, соответственно, приняли решение, наиболее отвечающее вашим потребностям, вашим ценностям, идеалам и стремлениям. И начать мне бы хотелось с того, чтобы сказать, что к мужчине вы очень долго сходились и расходились, он достаточно эгоистически настроен, думает много о себе, думает много о том, как ему хорошо, чтобы было ему хорошо, о своем комфорте, о своем спокойствии, при этом имеет свойство винить во всех бедах, во всех бедах, значит, кого угодно, кроме себя самого, ну и это вот классно, он хочет в первую очередь винить. Почему мужчина при таком воспроведении, да, все равно приглашает к вам возвращаться? Потому что он понимает, что ни одна женщина не будет его терпеть, скорее всего, так, как вы. Он, может быть, пытался строить другие отношения за это время, но они у него не получились. Почему? Потому что его тяжело выносить. Ну, объективно, тяжело выносить человеку, который думает только о себе, постоянно выискивает поводы для ссоры, да, и потом еще себя жалеет и обижается, и еще сильнее оскорбляет. Согласитесь, это, ну, уже невыносимо практически. И вы сами, в принципе, признаете такую вещь, что он не меняется, и его изменить не получится. И, как бы сказать, вот хотя бы основываясь на этом, уже можно предположить, что отношения с вашим первым мужчиной, они идут по циклу. То есть, он не меняется, и вы не меняете. Он не меняется в своих магазинах, и вы не меняете в том, что его, скажем так, прощают, постоянно принимают. Наверное, надеетесь, что он все-таки изменится, а этого не происходит. Дальше. Следующее, о чем мне хотелось бы с вами поговорить, это то, что вы ведете себя с ним, ну, не совсем как женщина. То есть, вот вы, женщина, я имею в виду, в смысле, любимая женщина, жена, может быть, бывшая, да, и так далее. Потому что, что нужно сказать. Вот, когда вы его жалеете, когда вы говорите, что вы за него беспокоитесь, это такое, вот знаете, что-то, я бы сказал, что-то такое материнское есть в этом отношении. То есть, он такой вот капризный ребенок, а вы всепрощающая мама, которая постоянно его, собственно, принимает добра. Но вы же сейчас действительно стали мамой. И сейчас у вас появился настоящий, натуральный, естественный ребенок. А взрослый мужчина, который сам способен вполне позаботиться о себе, просто не имеет никакого права отнимать у вас ваше внимание, силы. Требую пересобрать их на себя, если он не готов ничего давать вам ответить. А он, судя по всему, не готов. И ваша позиция изначально, что вы находились со своим вот этим вот мужчиной в отношениях взрослый ребенок, если он ребенок взрослый, они изначально не приводят ни к чему хорошему. То есть, общение в таком стиле не имеет никакой жизнеспособности. Вам необходимо сделать что? Вам необходимо понять. Вот осознать, что вы относитесь к мужчине, как к ребенку. Посмотрите, это утекает из вашего сообщения. Вы за него переживаете, с вами его жалко и так далее. Вы его даже всерьез уже не воспринимаете. Что вам нужно сделать? Нужно посмотреть на него, как на взрослый. И спросить себя, черта. Вот как взрослый этот мужчина вас способен удовлетворить? Он способен сделать счастливой вас и вашего ребенка? По-моему, у него возможностей было очень много это сделать. И он этого не сделал. Он не дал вам ничего, чтобы сделать ваш сливой. Он, по сути дела, не изменился. Вам нужно задать себе вопрос. Вы верите? Действительно верите в то, что он может измениться? Действительно ли вы верите в то, что отношения взрослые два ребенка, то есть у вас будут два ребенка. Младших ребенок и этот мужчина. Действительно ли эти отношения дадут вам что-то хорошее? И исходя из ответа на этот вопрос, вам необходимо уже, наверное, и действовать. И действовать так, чтобы все-таки защищались интересы как ваши, так и интересы ребенка. Это, на мой взгляд, является, ну, наиболее важным, наиболее важным аспектом. Дальше. А если вы сходились на протяжении большого количества времени с ним, то, наверное, у вас осталась некоторая незаконченность отношений. Вот эту незаконченность отношений, ее, возможно, нужно лично с вами отдельно проработать. То есть, вы определенно пребываете в некоторой иллюзии, в основном того, что мужчина может вам дать, что мужчина может для вас сделать. И вы, как бы, надеетесь постоянно, квадратно, что он изменится, что он изменится. Но, в итоге, этого не происходит. И не проявляет. И вот почему. Дело в том, что у упрямости, а он упрямый, он не хочет себе копаться, есть, так сказать, субъективная сторона. То есть, вот вы сказали, что привычка вверх слова человека, там, изменить слово и так далее, это все понятно. Но, это не только в этом дело. Если мужчина вдруг будет вынужден изменить свое восприятие окружающего мира, свое поведение, то получится, что он, что он до этого неправильная жизнь. Получится, что все, что он сделал, все, к чему он пристремился, все это было, по сути, ложь. И для него это будет очень сильным ударом по самолюбию, по гордости, вообще по всему. И как мужчина, ну, который объяснен, что он во всем прав, и тогда он, конечно, не может никак себе это позволить. Потому что это будет означать преднание его поражения во всем. И какое тогда он будет иметь право вести себя так, как будто он непогрещимый, какой тогда он будет иметь право, там, предъявлять к вам претензии какие-то. Он тогда вообще потеряет свою привычную роль во многих сферах. И поскольку понятно, что для человека это практически невозможно и очень страшно, то он и не поменяет свое жизненное поведение. и вы, получается, будете страдать. Вопрос в том, хотите ли вы это. Вы можете, и вы можете, и вам нужно принимать решение самостоятельно. Но поскольку вы решение принимаете, то есть вы колеблете, то вот этот процесс колебания, ну, и надо более осветить ярко. В чем, собственно говоря, заключается колебание? Между чем и чем вы выбираете? В чем плюс конкретно? В чем плюс? В того или мужчину? В чем плюс для этого мужчины? Вот вы, разрешите все по полочкам? Можно даже на листочке написать. Мышина А плюс и минус, и мужчина Б плюс и минус. И вот там, где плюсов будет больше, и если эти плюсы для вас имеют большое значение, вот такого мужчины он выбирал. Только на заключение я хотел вам сказать такую вещь, что сам факт наличия выбора, то есть сам факт допущения выбора между двумя мужчинами говорит о том, что вы, скорее всего, ни одного, ни другого, как таковых, не любите. Вы просто хотите выбрать наиболее выгодную для себя позицию, наиболее выгодную для себя партию, партнера выгодно. Я вас, конечно, понимаю. Осуждать ни в коем случае не буду, но нужно иметь ввиду, что если вы не любите ни одного, ни другого мужчину, то рано или поздно будет появиться третий, в котором у вас вспыхнут чувства, и вот тогда вам будет действительно тяжело. С этой точки зрения, с этой позиции вам желательно не делать выбор ни в пользу того, ни в пользу другого мужчины, а просто жить дальше. и если вы верите и хотите построить свои отношения на любви, на чувствах ненавидственности, то все-таки именно на этих основах строить отношения с противоположным полом, а не на основе выгоды и удобства. Еще раз повторю, решать вам. То, что вам ближе, то, что вам ценнее, то, что вам удобнее, то и выбирать. Мы лишь можем давать рекомендации по поводу того, как вам поступить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, лично помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Мы лучшим, пожалуйста. Будем благодарен. Продолжение следует...